Свою версию случившегося сегодня высказал и министр внутренних дел республики. По словам Анатолия Жуковского, причинами ДТП со скорой могли стать дорожные условия и превышение скорости со стороны водителя неотложки. Так или иначе, сейчас по инциденту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. И на сегодняшнем, специально созванном внеочередном совещании с руководителями ГИБДД, эта история прошла рефреном. Евгений Ершов, еще раз, о росте числа ДТП и об их причинах. Сама формулировка внеочередное совещание уже ярко показывала, то, что творится на дорогах республики, даже видавшие виды стражи правопорядка, считает, мягко говоря, ненормальным. А потому и министр на заседании чаще говорил на повышенных тонах и предупредил о персональной ответственности руководителей всех подразделений. Я прямо скажу, товарищи начальники, у вас там на местах, прежде всего, касается, вот с этого года у вас будет персональный исправ, товарищи руководители, за положение дел в этом направлении. Персональный. Не с начальника ГИБДД, не с блоки нас, скажем так, пусть она будет отдельно. Он своих будет получать и так получает каждый день. Но вину и работу эту переваливать на трещи и говорить о том, что это ГИБДД, это не мы. Мы ответственность несем, коллеги, за все сегодня. Это в первую очередь, потому что это безопасность людей. Наши республики. Анатолий Жуковский выделил несколько главных причин, по которым в коме происходят аварии. Это безответственность водителей, необорудованность пешеходных переходов, отсутствие разметки. Позорище, просто позор. Нарисовали разметку, извините за такую терминологию, через неделю или нет. Начальник ГИБДД приводил пример. Ну чем мы это все молюем, извините за такую терминологию? Ну это что мы, значит, сами просто смеемся над собой, значит, или глумимся, как я всегда говорю, на службе глумимся. Руководители муниципалитетов об этой проблеме знают и предлагают решить ее раз и навсегда. К примеру, разделить полосы движения барьерными заграждениями, хотя бы на самых аварийно опасных участках. Мы сегодня ремонтируем и строим дороги толстой, ремки. То есть у нас сегодня, что у нас просто кладутся наверх асфальт, никаких компенсирующих мероприятий. Но, шутка сказать, у нас сегодня в территории Республики нет ни одного барьерного заграждения, а ограждающего встречи движения. Говорили на совещании и о пьяных водителях. В прошлом году автоинспекторы выявили 8 тысяч автовладельцев, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. По-прежнему часто ловят и тех, кто лишен водительского удостоверения. Но все равно вводят машину в нетрезвом состоянии. Проблема в том, что после задержания машины нарушителей ставить некуда. Не работают штрафстоянки или эвакуаторы. Министр потребовал от подчиненных на местах ежемесячного отчета о количестве пойманных пьяных водителей. И предупредил, если ситуация не будет меняться, руководители лишатся своих должностей.